Первое крупное спортивное событие в новом 2017 году стартовало в Славянске-на-Кубани. На протяжении пяти дней в спорткомплексе «Лидер» будет проходить чемпионат Южного федерального округа по настольному теннису. В первый день чемпионата мы пообщались с лучшими представителями теннисного спорта Южной зоны России. Прием мяча справа, хорошая подача и определение атаки противника – залог успеха при игре в настольный теннис. Уверена славянская спортсменка Екатерина Романченко. Полгода назад на всероссийских соревнованиях ей присвоили звание мастера спорта по настольному теннису. На этом теннисистка останавливаться не собирается. Есть куда стремиться, говорит Катя. Сейчас для нее самое главное – одержать победу на чемпионате, который проходит в эти дни в Славянске. Эти соревнования важны, так как надо попадать на Россию и показывать там тоже хорошие результаты. Для начала надо пройти здесь отборку. Сейчас встречу я сыграла, я выиграла 3-0. Тут в принципе соперники все достойные, но в паре сейчас мне в принципе было легко. Высокие результаты славянских теннисистов – это не случайность, а результат большой работы самих ребят, тренеров и, конечно, хорошая материально-техническая база спортивных объектов. У нас очень хорошая, великолепная спортивная база, спортивное оборудование, которое мы постоянно поддерживаем, получаем с федерального округа, с Москвы, усиливаем это. Поэтому у нас проводятся и чемпионаты России, и все соревнования. Высокую оценку организации чемпионата отмечают и гости из краевой столицы. Кристина Казанцева – мастер спорта по настольному теннису, неоднократная чемпионка Европы, участвовала на различных площадках и Славянск оценила по достоинству. В перерыве между партиями Кристина поделилась с нами своими секретами спортивного успеха. Ты должен отдаваться 100% на тренировках, работать больше, чем всех, приходить раньше, уходить позже, отдаваться на все 100%, идти к цели, ну и прежде всего иметь большое трудолюбие. В чемпионате, проходящем сейчас, принимают участие спортсмены практически из всех субъектов России – Ростовской, Волгоградской областей, Республики Адыгеи и Крыма, который, кстати, только в июле прошлого года вошел в состав ЮФО. Соревнования продлятся до 15 января, после чего станут известны именно тех, кто поедет прославлять свои малые родины на финал чемпионата России. Возможно, среди них окажутся и наши славянцы. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова